О чем я буду сегодня рассказывать? Мы с Андреем, когда планировали проводить семинар, хотели прочитать совершенно другую тему. Наверное, то, что нам больше интересно было, мы планировали совсем другое, а потом меня так стукнуло, говорю, Андрей, а давай спросим у людей, что вообще ему интересно. Возможно, мы будем рассказать о том, что им не нужно, что они не используют. И решили провести голосование. Был у нас один веб-каст, который читал Андрей Толик по ВМН, по Active Directory. И провели голосование, и люди сказали, что мы хотим послушать потом, что вообще такое Configuration Manager, что он умеет, как он настраивается по-быстрому, чтобы вникнуть в процесс. И рассказать о том, как он умеет устанавливать операционные системы, регулировать операционные системы и так далее. Соответственно, ту тему, которую мы с ним планировали, мы логично отложили и решили рассказать о том, что нужно вам. И, надеюсь, те, кто голосовал, здесь хотя бы один, двое, трое присутствуют сегодня, потому что будет, и опять же, все это будет впустую. Надеюсь, вы будете довольны. В общем, меня зовут Лешой Евгений, я занимаюсь Configuration Manager уже, наверное, почти 5 лет. Как я обычно говорю, я занимаюсь абсолютно всем, что не касается продажи лицензии. Обучение, внедрение, настройка какая-то, доработка, кастомизация, написание любой документации, инструкции, тех проектов. Вообще, флот дощечения логов и глубокого дебайминга. Ну, такое дело, словами, будет, как происходит. А еще я расскажу о том, что такое Configuration Manager, зачем он нужен, как он настраивается, какая-то базовая настройка. И вторая часть нашего семинара будет, возможно, мы зацепим еще в первой части, это установка операционных систем, поскольку очень большая тема, и миграция операционных систем. Я надеюсь, что у нас все дело взлетит, и я сегодня вам покажу такую красивую штуку, как миграция с Windows XP на Windows 8.1. Сохранение всех пользовательских документов. Я смотрю, скетические улыбки появились, у нас все взлетит, не стоит выхумыляться. Все получится. Хотя кажется, наверное, фантастикой. На самом деле, смигрировать с XP на 8.1 не проблема. Вы взяли, сохранили пользовательские документы, пользовательские настройки, куда-то там их сохранили, установили 8.1, установили все нужные программы и вернули назад документы. Не проблема, потратили 4-5 часов, да и все. Представим, в разрезе организации, когда у вас хотя бы 500 компьютеров, вы будете это делать до следующего пришествия. До 8.2. Выйдет 8.2, все будете. Сейчас вышло уже 8.8.1, люди начинают мигрировать на 7. Ну, дело такое, да, кто на что мигрирует. Что умеет продукт? В первую очередь, я считаю лично, что Configuration Manager это установщик такой мощный, установщик с кучей функций, и ради этого его в большинстве случаев, мое личное мнение, ради этого в большинстве случаев покупают. Это установка программ, это установка обновлений, это установка операционных систем. Кроме этого, он еще умеет кучу всякого. Проводить инвентаризацию, подключаться удаленно к компьютерам, оказывать пользователям техподдержку. Configuration Manager, делать проверки в настроях соответствия, когда вы назначаете какие-то корпоративные политики на устройство, и компьютер отчитывается, какие у них есть настройки, как они работают, где у них там какие параметры, единичка, двоечка или си семь, и вы говорите, там, хорошо это или плохо. Вы можете подключаться, как я уже сказал, прямо в сессию к пользователю и помогать ему, то есть там не покупать какой софт, или там R-админов не пользоваться, которые вы, честно, скачиваете с торрента все. Ну все так запомылялись, ну скачивайте же все. Антивирусная защита, на базе системы Center and Point Protection, то есть у себя, внутри Configuration Manager есть внутренний клиент такой, который устанавливается, даже без вашего участия по умолчанию, вы это все конфигруете, ну обычный, стандартный, скажем так, серверный антивирус. У вас есть консоль с настройками, у вас есть агенты, в общем там, все легко и просто. Вы можете управлять электропитанием, вы можете учитывать лицензии, которые используют или не используют пользователи, и учитывать запуск программ, для чего это нужно, опять же, в связке с учетом лицензии, это идет дело, если у пользователя стоит программа, и он запускает ее раз в 4 месяца, ему выдана лицензия дорогая, то, наверное, стоит у него отнять эту лицензию, отдать тому пользователю, который вас уже просит второй месяц, дать ему поработать с программой вы не можете. Configuration Manager умеет следить за процессами и смотреть, что запущено на компьютере. Вы можете провести интервизацию, я уже сказал, файлов, программного обеспечения и установленных приложений. Также вы можете управлять мобильными устройствами, у Configuration Manager есть коннектор к Exchange ActiveSync, либо вы можете, скажем так, снюхать ваш Configuration Manager с подпиской Windows Intune и компьютеры, точнее, не компьютеры, а мобильные устройства, дальше я расскажу, какие мобильные устройства, какие типы, могут работать с Windows Intune через ваш Configuration Manager. Вы можете там устанавливать туда приложение, проводить интервизацию и так далее. В общем, вот такая вот штука. Я говорю быстро, надеюсь, я смотрю, потому что реально материала много, захотели послушать такие мощные темы, как установка вообще в целом и установка операционных систем, которые выместить там в час, время, но очень сложно. Архитектура продукта Configuration Manager представляет собой, грубо говоря, сервер с базой данных и на компьютерах установлены агенты, либо на компьютерах, либо на других серверах. Configuration Manager умеет работать и с теми, и с другими, и опять же с мобильными устройствами. У нас есть сайт-сервер. Это сервер, на котором установлена копия Configuration Manager. Он может быть внутри организации один, если мы говорим про сайт Configuration Manager, то есть про область его действия. Либо у вас может быть иерархия серверов. Но 2, 3, 10 сайт-серверов у вас внутри одной организации быть не может. Они могут быть только в иерархии. Ну, это уже такие высокие материи. Я в своей практике у нас в Украине не встречался с архитектурой расширенной. У нас есть база данных. Сервер, на котором хранится база данных, называется роль Site Database. И у нас есть точка управления, то, что называется по-английски Management Point. Это 3 основные роли, которые как минимум вам нужны для того, чтобы управлять хоть кое-как клиентами. Management Point – это роль, которая является некой прокладкой между Configuration Manager и клиентами. Management Point отправляет на клиенты данные о том, как им нужно работать. Это называется политикой. В политике сказано, какие у них параметры, куда они ходят, что они смотрят, как они работают, где у них что-то активировано, выключено, что им нужно установить и так далее. Опять же, сам клиент отправляет обратно данные об антиклеризации, статусное сообщение на Management Point. Management Point передает антиклеризацию и статусное сообщение, конфигурация с сайт-сервером. Сайт-сервер передает их в базу данных, вы открываете отчет, смотрите антиклеризацию. Все очень просто. Дистрибьюшн-поинт в русском это называется точка распространения. Это фактически файловый сервер, на котором лежат все, абсолютно все файлы, которые нужны компьютеру для установки. Драйвера, загрузочные образы, файлы приложений, файлы пакетов, инсталляционные какие-то скрипты, да что угодно, файлы обновлений, файлы VIM, если вы устанавливаете персональную систему, то есть это такой один большой файловый сервер, на который вы устанавливаете роль Дистрибьюшн-поинт, и клиенты к ней обращаются всегда, когда им нужно что-либо устанавливать, что-либо запускать. Также у нас есть роль Reporting Service Point, это роль, которая устанавливается поверх SQL Reporting Services, и вы открываете отчеты, смотрите, смотрите отчеты, у которых у Configuration Manager, по-моему, около 500 штук, внутренних плюс, вы можете создавать свои, если вы знаете внутренность базы данных, понимаете, как это дело работает, вы можете кастомизировать существующие отчеты, или создавать свои, если вам не хватает каких-то таблиц, полей, я не знаю, что-то не так написано, как вам хочется, и так далее. И последняя роль, Software Update Point, я говорю о базовых ролях, их в два раза больше, я говорю о базовых ролях, Software Update Point, роль, которая становится поверх в СУСа, и Configuration Manager управляет СУСом через эту роль. Вы можете через Configuration Manager устанавливать обновления на ваши сервера или на ваши компьютеры, но сам Configuration Manager не умеет стаскивать мета-данные из интернета, с Windows Update он не может это тащить. Соответственно, он использует СУС, который стаскивает мета-данные, а потом уже через Configuration Manager вы натравливаете эти обновления на агентов. Системные требования. У нас поддерживается Windows Server 2008 для сайт-сервера и Windows Server 2012. Если мы говорим про SQL, это опять же SQL Server 2008, вы видите в принципе все это в слайдах, и 12-й SQL Server. 14-й вышел, могу сказать, что это дело запускается на 14-м SQL Server, но это официально еще не объявлено, официально не поддерживается, поэтому будьте осторожны, если вдруг у вас что-то случится с SQL 14-м или с Configuration Manager Microsoft вас скажет, извините, как бы решайте проблемы сами, потому что сейчас не поддерживаем решение, пока я не рекомендую, если вдруг у вас там есть какое-то желание восстановить на 14-й. На 12-м все хорошо взлетает. Поддерживаем платформы. Ну, XP это вот у нас уже, извините, XP у нас вымирающий такой вид, да, ну, пока это дело еще работает, пока я говорю, вы знаете, что в прошлом месяце XP уже все, поддержка закончилась, расширенная тоже уже закончилась, в общем, уже это дело не работает, но Configuration Manager пока еще поддерживает, и вы можете смигрировать с XP на версии свежая на 7-ку, 8-ку, 8-1, что угодно. Ну, и все остальные как бы версии, которые после XP тоже поддерживаются. если мы говорим про мобильные операционные системы, вы можете через Exchange ActiveSync подключить Windows Phone 7, Windows Phone 8 поддерживается через Windows Intune, Windows RT у нас поддерживается, iOS и Android. iOS 6 и Android 4.0 через Windows Intune тоже поддерживается. Кому интересно, я записывал, не записывал, я готовил семинар для партнеров, проводил его, кто возможно, ну, тут лиц знакомых не вижу, кто на меня там был на семинаре, я думаю, записи в интернете я скоро выложу, и на свете вдруг, кто был из вас, тоже видели, я делал презентацию, был доклад по управлению мобильными устройствами через Configuration Manager, сейчас она есть в интернете, на канале Microsoft Ukraine, вы можете там ее посмотреть, не будем на этом долго рассматриваться. Ну, вот такая вот есть радость, которая, в принципе, мне непонятно, что это такое, зачем это нужно, я никогда не встречал в своей жизни, там, за 10 лет опыта работы, эти операционные системы, ну, знаете, что они вот у нас, работают с Configuration Manager, и у нас поддерживаются серверные операционные системы, в том числе, не только Microsoft, как вы видите, но поддерживаются все серверные операционные системы, которые выпускаются, продаются за деньги, то есть, вы здесь не найдете там какой-нибудь там Андрейк, или, я не знаю, там Ubuntu какой-нибудь, или еще там, простю господи, FreeBSD. Так там Ubuntu есть. Ubuntu серверная есть, я говорю про клиентскую. Клиентские, сразу говорю, не поддерживаются, любые клиентские не поддерживаются, и не поддерживаются те серверные Linux или Unix, которые не продаются за деньги, потому что, в случае чего, вам нужно кому-то обижать, кому-то жаловаться, платить кому-то за саппорт, вот с такими компаниями Microsoft сотрудничает. И для таких компаний, для таких, извините, серверных операционных систем выпускаются агенты, или клиенты, там не суть важных, в случае как называть, если вы можете, у меня, кстати, в лабе, кому интересно, я после семинара могу подсказать, вот у меня Suse Linux Enterprise 11, есть в лабе, и он работает. И это как бы несложно, там устанавливается клиент, клиент продавал ручную, ну, тоже такое, через консоль ее установить. Что нам нужно для установки? Нам для установки в первую очередь нужен ИИС, ну, там всякие фреймворки, битс, там и прочее, то есть много чего нужно, все это описано красиво в документации, я покажу, вот сегодня буду делать там маленькую демонстрацию, покажу по-быстрому, как установить на сервер, там буквально несколько кликов, конфигурация менеджера, понятное дело, для базы данных нам нужен SQL Server, я его уже предварительно установил, чтобы мы не тратили там лишние 40 минут, не смотрели, как у нас там ползет эта ленточка. Желательно расширять схему Active Directory, расширяется она запуском одной утилиты в CMD.exe, нажимаете Enter, все, схема расширена, это делается для того, чтобы вы в будущем, когда будете работать с конфигурация менеджером, не заморачивались с дополнительной настройкой, если вы не будете расширять схему Active Directory, конфигурация менеджера внутри Active Directory, не сможет публиковать информацию о себе, там о сайте, о портах, там о режиме работы и так далее, и вам придется это клиентам как-то скармливать вручную, это, в принципе, это поддерживается, но это очень такой трудоемкий процесс, поэтому я рекомендую, если у вас есть возможность, возможность расширять все-таки схему Active Directory. Нам нужен ADK, Windows Assessment and Deployment Kit, для Windows 8.1. Зачем он нужен, сейчас объясню, внутри хранятся файлы, которые нам помогают мигрировать, операционную систему на операционную систему, с сохранением документов, я об этом дальше расскажу, и внутри ADK есть Vim файлы, загрузочные образы, те, которые вы знаете, BootVim, BootImage, они тоже есть внутри ADK, Configuration Manager, раньше содержал их, там, в предыдущей версии сейчас, Configuration Manager в объеме ужался, то есть, вот, там, был источник, по-моему, там около 2 гигабайт, что-то такое, сейчас он около гигабайта сам, но вам отдельно нужно скачать еще ADK, и установить, я это тоже сейчас все покажу, установить эти файлы, которые подцепят Configuration Manager. Вам нужны файлы-манифесты, это служебные файлы, которые Configuration Manager использует при инсталляции, их можно скачать из интернета, единожды, если вы делаете много инсталляций, если делаете раз, ну, скачали, соответственно, папочку положили, они занимают там около 200 мегабайт, куча разных файликов, вы скачиваете из интернета, в какую-то папку, и при инсталляции указываете эти файлы. Далее, нам нужны сертификаты, если вы будете заводить ваш Configuration Manager через HTTPS, если нет, если вы решили нет через HTTPS, ну, тогда через HTTP, клиенты и роли Configuration Manager будут работать по HTTP, вам нужен код сайта, код сайта это трехсимвольное значение, в котором вы используете буквы, латинского алфавита, цифры, и, по-моему, поддерживаются еще нижние подчеркивания, то есть какой-то A01 или KK2 или KKK, не суть важно, как вы это назовете, которые служат неким идентификатором для клиентов и для сервера. Это называется кодом сайта, и у вас есть еще имя сайта, которое вы, в принципе, просто видите в консоли, что это там главный сайт Configuration Manager, Head Office, что-то вот в таком духе. Установка Configuration Manager. У меня уже есть один из серверов, я взял в свой лагин, сервер приложений, у меня здесь был, у меня здесь установлен IS, несколько обрезан, к Configuration Manager его не хватает для установки, но он уже там по большей части установлен. И у меня здесь установлен чистый SQL сервер. Я это сделал просто для того, чтобы сократить время немного. Фактически у нас можно, грубо говоря, что у нас просто сервер со SQL, из там частичной IS, и вы сейчас столкнетесь со многими ошибками, нам Configuration Manager не даст просто так себя установить, и мы сейчас это дело будем по ходу исправлять. Если есть какие-то вопросы, задавайте их сразу по ходу. Лицензионное соглашение, понятное дело, вы их все читаете. Файлы манифеста, где их взять? То есть мы можем скачать их либо из интернета и говорим, куда их скачивать. Они у меня же для экономии времени скачаны. Вот так вот это дело выглядит. всякие разные файлы. Внутри этого есть NetFramework, четвертый, всякие разные компоненты, SQL Express, ну в общем-то все. И весь это дело, чтобы вы понимали. Я что-то собрал по 500 мегабайт. Что? Потому что они меняются, могут меняться время от времени, и они могут быть неактуальны, поэтому их в дистрибутив не зашивают. Он сейчас проверяет все эти компоненты. Да, может быть отдельно, может быть на той же машине. Я всегда в лабе делаю, да и у большинства заказчиков, если нет там каких-то секьюрностей, там обычно банки говорят, у нас там есть и DLSQ, спрятан за семи замками, там вертится, там половина баз данных банка, и вот давайте только туда устанавливать. Обычно в каких-то простых конфигурациях, там не знаю, для нашей украинской компании, там на 500, на 800, на 1000 компьютеров, обычно я ставлю SQL локально. Это можно ли экспресс-версия? Нет. Экспресс-версия используется только для, когда у вас есть иерархия сайтов, для филиалов, вы можете поставить в филиале так называемый secondary site, и вот secondary site взлетает на SQL Express. Для primary site вы используете только стандарт или по интерпрайзу. Производительность зависит от SQL-сервера. У нас везде есть SQL-сервер, но сейчас нет возможности суббогерегисти на другой, несколько не очень быстро в консоли, и все там свободно работает. Сейчас я отвечу. Выбираем, поддерживаем языки для консоли и для отчетов. Для клиентов, какие у нас клиенты будут англоязычные, там вы можете выбрать русскоязычные, если операционная система будет соответственно русскоязычная, вы и вкладке клиента видите русскоязычные. Код сайта, не суть важна, в принципе, там, что вы там захотите установить, имя сайта. Папка, куда мы устанавливаем? Устанавливаем для консоли, да, устанавливаем. Куда у нас тут папка? Я отвечу чуть-чуть позже на ваш вопрос, сейчас я покажу процесс. Он говорит, это будет единственный сайт в иерархии, или у вас уже есть иерархия сайта, вы хотите прицепить его к какому-то, так называемому, централ администрейшн сайт, это самый главный сайт в иерархии, потом идет елочка, централ администрейшн сайт, праймарий сайт и секондарий сайт. У нас это будет, поскольку у нас это вообще лаба, праймарий сайт, это в общем-то все, он говорит, ай-яй-яй, вы там смотрите, что это у вас будет, праймарий сайт, и говорим, да. Далее, что здесь еще? Ну, в принципе, я рекомендую эти параметры для тех, кто не знает, у кого это там первая, там вторая инсталляция, оставляйте эти параметры по умолчанию, имя SQL сервера, имя базы данных, это cm конфигурация менеджер, нижнее подчеркнение, код сайта, который мы только что указали, вы в принципе можете его изменить, но во избежание каких-то проблем в будущем лучше его не трогать. Далее, у нас здесь есть SQL патчи, ой, не патчи, а путим к файлам, вы можете их поменять, я говорю, у меня здесь будет храниться база данных. У нас есть SMS провайдер, SMS провайдер это такая роль, которая является некой прокладкой безопасности между клиентом и между клиентом, имеется ввиду, между живым человеком, который открывает консоль и между конфигурационным менеджером. SMS провайдер это VMI провайдер, который определяет какие параметры показывать, что показывать в консоли, какие вкладки, какие кнопочки конкретно этому пользователю, если он запускает консоль. То есть он там лезет в базу данных, он лезет в VMI, смотрит там, что ему назначено и говорит, вот у тебя там такая-то роль, я не знаю, там application какого-то там установщика, например, приложения, соответственно, все, что там касается установки операционных систем, например, этот пользователь не увидит. Собственно, этим вот занимается наш SKR провайдер. Я рекомендую его оставлять, опять же, на том же самом месте, где у вас есть ваш сайт-сервер, где в данном случае у нас вот здесь сервер SRV2. Здесь вы выбираете наши роли будут коммуницировать с клиентами через HTTPS либо через HTTP. Чтобы не заморачиваться, я вам предлагаю делать это все через HTTP, то есть вам пока сертификаты не нужны. Если вы будете делать какую-то уже живую инсталляцию в реальной компании, где у вас, понятное дело, есть PKI, там, когда будете выдавать сертификаты, процедура выдачи сертификата вся описана в документации, все красиво расписано. Огромное количество мануалов с картинками есть в интернете. В принципе, поморочится 1-2, можно это все завести по HTTPS, но в нашем случае я этого делать не буду для того, чтобы ускорять процесс установки. Вы установите менеджмент по умолчанию, можете галочку снять, придется ее потом доустанавливать. То есть вы установите точку управления, чтобы сразу клиенты ваши могли работать с сайт-сервер, configuration менеджера и сразу можно установить distribution point. То есть этот же сервер, на котором будет установлен configuration менеджер, сразу сделать сервером хранения файлов для клиентов. Общая информация сводная. И теперь он запускает чекер. Не совсем красиво, что это на самом последнем месте, но вот вы сейчас проклацали все. Только потом он проверяет, что у вас подходит, что не подходит. Пока он работает, я отвечу на ваш вопрос. по поводу скейл-сервера, который есть где-то там. Вопрос в чем? Взлетит или не взлетит? Нет, взлетит. Производительность всего. Например, консоли клиента. Например, консоль. Консоль никаким боком не связана с скейл-сервером. Ну, неважно. Даже если на самом сервере запускать консоль, допустим, всякие операции там, например, там, не знаю, рефрешится список всех отчетов там долго, либо там условно образов. Насколько будет подгружен целевой это смел-сервер? Вы хотите, чтобы я вам сказал в мегабайтах, в гигабайтах, в iopsах? В чем-в чем? Ну, это нужно смотреть в зависимости от того, как часто вы будете использовать. Насколько эти отчеты будут обширными, насколько глубокое будет такое погружение в базу данных, что ему там нужно вытянуть из базы данных. Если мы говорим про клиентов, если у вас там 10 компьютеров, это хорошо, если у вас там 10 тысяч компьютеров, соответственно, нужно уже смотреть место, которое будет седать база данных. это все нужно планировать. Сказать, что у вас все будет хорошо или все будет плохо, но в данном случае нельзя. То есть, конкретно зависит уже от ситуации. Само собой. И вот мы видим, в логинке мы в принципе можем игнорировать. Фейлот мы игнорировать не можем. Пока мы не уберем все фейлот, у нас установка не начнется. Смотрим, что у нас SQL Server ранен аккаунт, он говорит, что у вас SQL Server запущен не по той счетной записи, нужно его запустить под Network Service, под каким-то domain аккаунтом, либо под Local System. Берем это дело и исправляем. То есть я говорю, вот у меня чистый сервер, как это будет выглядеть? Ну тут еще там нет немного рогани по поводу ИС, который у меня там частично установлен. Еще вопрос по поводу, что там BD надо создать и провоцировать нужно. Я до этого не дошел. Все будет хорошо. Там рогань тоже есть, мы сейчас к ней вернемся. Я говорю, давайте попробуем от имени Local System. Хорошо. Поехали дальше. Что у нас здесь? USMT у нас не установлен. Это User State Migration Tool. Это тот набор специфических файлов, который требуется для миграции пользовательских данных с операционной системы на операционную систему. Он идет в пакете ADK. Как я уже говорил, сейчас я его установлю. Ну и здесь же вот говорит, что у нас Windows Deployment Tools не установлены и Windows PII не установлены. То есть наши загрузочные образы мы взять неоткуда. У меня уже скачан ADK, ну потому что там тысячи 4 гигабайта сейчас было бы сумасшествием. Поэтому мы сейчас его установим по минимуму, то что ему нужно для запуска инсталляции Configuration Manager. И выбираем. Нам нужны Deployment Tools, нам нужны файлы Windows PIE, нам нужны файлы USMT. Ну а от остального мы в принципе можем отказаться. И началась установка. А мы пока вернемся к нашим проблемам, какие у нас еще здесь есть, остались. Он говорит, что смотрите, у вас не установлен СУС на этом компьютере, я его не нашел. Если вы хотите управлять обновлениями через Configuration Manager, вам нужно установить СУС. Но это warning, поскольку мы можем и не управлять обновлениями наше желание. Дальше опять же warning не является критической ошибкой, то есть просто предупреждение говорит, что этот сайт-сервер не имеет разрешения для публикации данных в Active Directory. Как это дело выглядит? Публикация данных вообще в Active Directory. У нас есть AD. Для того, чтобы увидеть вот эти всякие красивые штуки, нужно включить расширенный режим Advanced Features, чтобы все это увидеть. У нас есть мной созданный контейнер, который называется System Management. Это тоже все описано в документации. Все красиво, нажмите туда, поставьте это, поставьте то, то есть не пугайтесь. Microsoft вас беде не бросит, если вы будете внимательно считать документацию. Вы создаете контейнер, System Management. Но обычно, кстати, да, шутки шутками, обычно возникает такое, мне сколько людей пишут, а Евгений, скажите, мы вот там чего-то понажимали, у нас ничего не взлетает. Я говорю, а вы это сделали? Нет, это нужно. Я говорю, а в документации? Люди обычно, я в принципе таким же был, когда 5 лет назад начал устанавливать Configuration Manager 7. Сначала человек думает, это же продукты Microsoft, чего там сложного? Next, next, finish, оно все взлетело, а потом уже как-нибудь разберусь. А оказывается, не сложилось. Что нам нужно сделать? Мы создали этот контейнер System Management. На него мы даем полные права тому серверу, на котором будет установлен Configuration Manager. Видите, у меня вот их здесь уже несколько. Вот они там, седьмой у меня там, двенадцатый, CAS, и четыре сервера, то есть могут публиковать информацию. Мы говорим, что этот сервер у нас тоже может публикать информацию. Ему нужен полный доступ сюда. Можно? Да. А если ты вот, он не будет публиковать, это если у вас сервера соединяется, они, если мы сперли с сертификатами не смогут обменять, какие-то есть для другого, у меня первая репликация. Репликация сперли здесь вообще никаким блоком не участвует. Не участвует? Нет. Я говорю, публикация информации. Configuration Manager публикует информацию в Active Directory, такую как код сайта, такую как адрес Management Point, то есть кому ходить клиентам. Публикует информацию о портах, которые должны использовать клиенты и еще некоторую другую информацию. Если вы все это клиенту дадите в процессе инсталляции файловой части, в процессе инсталляции клиента, то в принципе вы можете не заморачиваться с Active Directory. Но это в принципе очень сложно и несет некоторые трудности. если сам Configuration Manager может публикать информацию в Active Directory и вы установите клиента без всяких ключей дополнительных, без всякой информации вы установите клиента на компьютер, клиент лезет первым делом в Active Directory и вычитывает эту информацию, это все происходит без вашего участия. То, что касается репликации SQL серверов, к этому отношения вообще никакого не имеет. Если у нас есть несколько серверов Configuration Manager и на них стоят SQL сервера, они меняются информацией своими механизмами SQL, репликация в данном случае тоже не используется. Там свои внутренние механизмы. Вот. Взяли мы этот сервер и сказали, что у нас мы говорим full control не только на объекты, но говорим this object and all descendant objects. Окей. Окей. Дали он полнейший контроль. На это в общем-то все. И сейчас, когда мы будем чекать все это дело заново, он скажет, что у него уже все должно быть хорошо. Файлы наши установились. Что у нас здесь еще? Ворнинг вот по поводу битса. Он говорит, что у нас не установлен компонент. Битс на самом деле установлен. Background Intelligent Transfer Service. Он говорит, что у нас не установлен EIS 6 VMI Compatibility компонент для базы EIS 7 бла-бла-бла. Проверьте. Ну и здесь в общем-то то же самое. Что мы делаем? Запускаем сервер менеджер и доустанавливаем совместимость. Если мы доустановим и все будет правильно, руганий у него больше не будет. Я что-то в упор не вижу. Ну не простительно, я болею. Вот и чего. А вот это вот это же. Сейчас это быстро установится и мы запустим чекер заново для того, чтобы увидеть, что все проблемы, которые critical, включая вот с нашим EIS 6 VMI ушли. Как страшная сумма. Что-то это дело долго взлетает. Об лучшем мнении. Ладно, давайте чекер запустим еще раз и убедимся, что как минимум у нас фейл от статуса нет. Ну, там еще говорили, что на SQL сервер у вас не выделена память и что нужно сконфигуровать лимит на SQL сервере. Ну и памяти говорят, что там хотя бы 8 гибайд дайте нам пожалуйста на SQL сервер. Ну это понимаете же на наших реалиях. Кстати, хорошая идея ограничить SQL сервер. видите, появилась кнопочка Begin Install. ой, немножко не то запустил. начало инсталляции, Сейчас у нас залетит Оснастка для SQL Мы ему обрежем память Чтобы он нас всю не сожрал память Которая у нас есть Не быстро как-то все Ну ладно Будем считать, что он не съест всю память У нас все будет хорошо Давайте продолжим Что на первом теле нужно сделать После того, как установился у нас Сервер Configuration Manager Нам нужно настроить методы обнаружения ресурсов То, что называется Discovery Method Как серверу Configuration Manager Искать пользователей И компьютеры, с которыми мы будем работать Вы можете делать запросы в Active Directory Делать запросы по сети То есть вы должны это указать Как часто И так далее Вы должны установить какие-то роли дополнительные Если вам, например, сразу после инсталляции Нужен отчет какой-то посмотреть Ну, мало ли вдруг что Посмотреть отчет Понятное дело, вам нужно поставить Escape Reporting Services Если вы не установили их в процессе Установки Escape Server И вам нужно на этот Escape Server Извините Вам нужно эту роль Конфигурировать Escape Reporting Services role Она называется И сделаем какие-то действия Если вам сразу же нужно устанавливать апдейты Соответственно, Software Date Point нужно поставить И так далее И так далее Если вдруг вам что-то еще нужно Кроме Management Point И Distribution Point Вы тогда это должны сделать Границы указать Что такое границы Само за себя говорит название Это та область Внутри которой будет работать Configuration Manager Границам могут являться IPv4 IPv4 Пул адресов IPv4 подсеть Префикс IPv6 И сайт Active Directory Например, у вас Географически распределенная Компания По всей стране У вас 50 сайтов Active Directory В каждой области Не знаю По два филиала Но вы хотите, чтобы у вас Configuration Manager Работал только Внутри Киева Например Один там сайт Active Directory Два или пять Не более того Вы эти границы Скармливаете Configuration Manager И все, что находится За пределами этих границ Работать с Configuration Manager Не будет Мало того Configuration Manager Может выборочно Устанавливать клиентов На компьютеры Которые вы найдете То есть если у вас Там в домене Тысяча компьютеров Вам не обязательно Никто вас не заставляет Покупать тысячу лицензий И устанавливать на всех Клиенты Configuration Manager Вы можете Эту тысячу компьютеров Вытащить из Active Directory И установить клиентов На пять Компьютеров Купить пять лицензий И управлять этими пятью Компьютерами Не обязательно Configuration Manager Снюхивать Скажем так Со всеми вашими ресурсами Которые у вас есть Ну и публикация сайта Вы уже видели Я там показывал Container System Management Там опубликованная информация О том Что у нас Есть какие-то сайты Configuration Manager Они туда носят Какую-то информацию В Active Directory По умолчанию Это галочка Публиковать информацию О сайте В домене Active Directory На активированную Но лучше ее сразу проверить Если вдруг там что-то Базовая настройка сайта сервера Я покажу уже На существующем сервере Поскольку вы знаете У нас сейчас Configuration Manager Устанавливается Границы касаются Всех функций Всех ролей Да Абсолютно Абсолютно Всех ролей Границ это Если ваш компьютер Работает внутри этих границ Он может там устанавливать Что там Запускать и так далее Если он не входит В эти границы Вы поставите клиента Он не сможет коммуницировать Корректно С сайта сервера Маленький взор консоли Если вдруг Кто не видел Кто не видел вообще 90 Configuration Manager Есть такие То есть трое Все остальные Я так понимаю Плотно работают И пришли сюда А есть печенье На улице На улице Лилин Зачем вы сюда шли Ребята Я сюда шел Потому что У меня У меня труба завет А вы-то зачем Но только не говорите Что у вас давание интернета Ладно Краткий обзор Для тех троих Кто не видел Configuration Manager Остальные Еще раз Себе обновят Знания Рабочую область Assets and Compliance Здесь вы видите Ваши клиенты Все компьютеры Необходимо Они являются клиентами Компьютеры Которые есть В Active Directory Которые затянуты В Configuration Manager Коллекции пользователей Коллекции устройств Управление Лицензиями Управление Корпоративными политиками И настройки антивируса Software Library Такая панель Установки всего Установка Приложений Установка апдейтов Установка операционных систем Рабочая область Мониторинг Такая панель Рабочая область С отчетами Со статусом системы Вы смотрите Как что работает Как что там не работает Какую-то информацию Сводную там Что где запустилось Не запустилось И так далее Мониторинг И собственно Наш Administration Отсюда вы управляете Устанавливаете Какие-то роли Управляете настройками В целом Всего Configuration Manager И так далее Как выглядит наш Сайт У них на самом деле Несколько Но поскольку Это подчиненный сайт То мы там Вышествующий сайт Не увидим Вот наш сайт Здесь мы проверим Сразу публикацию Сайта в Active Directory Вкладка Publishing Мы говорим Что публиковать информацию О сайте Configuration Manager В домене Firma.local По поводу методовым Наружением Их здесь По-моему Семь штук Шесть Поиск информации О пользователях В принципе Вкладки все похожи Я не буду На каждой останавливаться Включаем этот метод Или выключаем Где мы Ищем наших пользователей Такие вот Желтые солнышки Везде в Configuration Manager Используются Для добавления Какой-то информации Нажали И говорим Путь По всему Домену Например Расписание Как часто мы это делаем Полное обнаружение Дельта обнаружение И какие Атрибуты Из Active Directory Мы еще подтаскиваем То есть по умолчанию Вот ряд атрибутов Снимается В данном случае О пользователях И информация В атрибутах Вот такая вот Еще может быть Добавлена Там какие-то взяли Атрибуты Подобавляли И эта же информация Будет затаскиваться Из Active Directory Если схема расширена Можно ли Свой атрибут добавить? Он здесь найдет Если схема расширена Там какие-то есть Атрибуты Новые в Active Directory И новые там тоже Да И он отсюда Ну вот у меня когда-то Давным-давно Бородатые годы Был установлен Exchange Exchange уже там нет Около года в Mail Lab Вот все атрибуты Еще остались Из Active Directory Поскольку я просто Удалил виртуалку Ничего корректно Не вычерчал Вот атрибуты все есть System Discovery Ну тут наверное Самый часто Первым делом Конфигурируем метод Поиск ваших компьютеров В Active Directory Опять же Вы можете вытаскивать Информацию Из какого-то АУ Отдельного А не из Всего домена Если у вас там 500 АУ Вам нужно работать Вот только с компьютером Я не знаю Этого этажа Или этого департамента Или только там Этой компании Дочерней компании У вас там не будут Работать с конфигурируем менеджером Да А Вы так Поняли мало Какие вопросы Расписание Атрибуты Опции Мы можем Не вытаскивать информацию О компьютерах Которые Которые не лагонили С доменом Более 90 дней Или которые Не меняли пароль В течение 90 дней Самый важный Метод Который Включен по умолчанию Это Heartbeat Discovery Это единственный метод Который активирован Heartbeat Происходит раз в неделю Чтобы не вдаваться В подробности Как все это дело работает Скажем так Клиенты Регулярно Раз в неделю Отправляют Конфигурирующему менеджеру Сообщение о том Что они живы Они в порядке И все нормально Обновляют Запись Отсылают Это все в базе данных Обновляется И вы видите Что у вас там Какой список компьютеров Скажем так Актуальность Либо компьютеры Не отправляли Если они не отправляли Heartbeat Два варианта Либо они выключены Либо клиент Конфигурирующий менеджера Сломался И нужно что-то делать То есть Либо там все поломалось И нужно перестанить клиента Либо там Как-то починить Либо компьютер уехал в сервис У него там что-то сгорело Он уехал На сервисное обслуживание Либо пользователь В отпуске У него там компьютер Три недели на работает То есть Это дело лучшее Не менять Я имею в виду Не менять расписание Раз в неделю И его ни в коем случае Нельзя отключать Все остальные методы Которые есть То есть Поиск по сети И поиск по Active Directory Вы оставляете Точнее не оставляете А конфигурируете Так как вам захочется Далее Границы Если вы делаете Поиск по лесу Он вытащит уже там Все сайты Active Directory Которые есть Вы можете создавать их сами Эти границы Писать какое-то там Описание Тип IP4 подсеть Сайт Active Directory IPv6 префикс И пул IPv4 адресов Если вы видите Что сайт Выбираете сайт У меня очень маленькая лаба Сайт у меня один И в принципе он уже Добавлен здесь В качестве границы Как вы видите Самое важное На что Где обычно Промахиваются Ребята Которые начинают Конфигурировать 12-й Конфигурация менеджера В 7-м этого не было Я имею в виду В 2007-м А в 9-м это появилось Это группы границ У вас здесь может быть 10-20-50 границ Он вообще В принципе автоматически Может вытащить Все ваши сайты Из Active Directory Методом поиска по лесу Но Пока вы не добавите Границу В группу границ Эти границы будут Неактивны Будьте с этим внимательны И вам нужно создать Какую-то группу границ И туда добавить Существующие границы Одну, две, пять сайтов Active Directory Плюс какую-то подсеть Не суть важна Даете ей какое-то имя Выбираете Созданную границу И указываете Что эта граница У вас для чего Будет использоваться Она может быть использована Для привязки клиента К сайту То есть клиент Если входит в группу Границ У него делается Назначение сайту Вы говорите Используйте эту группу Границ Для назначения сайту А также вы можете Использовать эту группу Границ Для общения С точкой Распространения Если клиент Входит в эту границу И в эту группу Границ Он может И с точками распространения Работать То есть Стаскивать файлы С тех систем Которые у вас есть И привязываться к сайту Либо только одно Например Одну группу границ Вы делаете Для привязки к сайту Другую группу Границ В данном случае Вы делаете Для Работы с точками Распространения Как-то так Далее Кстати Можно посмотреть Все роли Здесь у нас Есть сайты А есть Сервера И Сайт Систем Роллс Вот видно Какие роли У меня установлен На этом сайте Тип сайта Праймари Вот они основные Это Менеджер Пойнт Дистрибьюшн Пойнт И видите Здесь кстати Есть Сайт Датабей Сервер То есть на нем Стоит Всквиль И сайт Сервер Он сам является Этот сервер Является То есть мы не просто Консоль открыли А мы открыли Консоль На том сервере Где у нас есть Сайт Сервер Ну и плюс С остальные ролики Куча Я комментирую Технивод Это уже такое Дело Что еще нам нужно Сконфигурировать Кто подскажет Аккаунт Правильно У нас есть Аккаунт Для Клайн Пуш Инсталлайшн Если вдруг Мы будем Установить Клиента Из консоли Нам нужно Добавить Аккаунт Который Будет иметь Доменные Права Не доменные А права Локального Администратора На каких-то Сайт Сервер Заталкивает Клиента Это один Из Чуть ли не Десятка методов Установки Клиента На компьютеры Если вы говорите Про Клайн Пуш Инсталлайшн Вы просто Из консоли Кликаете Правым Кликом На компьютер Говорите Установить Клиента Конфигурацион Менеджер Сначала Пытается Под своей Учетной Записью Запустить Инсталляцию Если Учетная Запись Конфигурацион Менеджера Не входит В группу Локальных Администраторов Этого Компьютера Тогда Он Использует Учетную Запись Которая Здесь Указана Если Здесь Ничего Не указано У вас Установка Из консоли Не получится Какие Еще Аккаунты Мы Можем Еще Сконфигурирую Здесь Software Distribution Об этом Дальше Собирался Рассказывать По поводу Установки Операционных Систем В этом Разделе Хотел Расскать Зачем Нам Нужен Network Access Аккаунт Это учетная Запись Доступа По сети Когда Ваши клиенты Работают В рабочих Группах Когда Они находятся В недоверенных Доменах Или Когда Вы Устанавливаете Операционную Систему На компьютер В процессе Например Установки Операционной Системы На компьютер Компьютер Для доступа К файлам К этой Папке Пытается Доступиться Указывая Свою Учетную Запись Компьютер Name Dollar Если Доступа Нет То используя Учетную Запись Которая Указана Вот здесь Это В принципе Может быть Любая Доменная Учетная Запись Без Каких Либо Повышенных Прав В данном случае Я просто Указываю У меня Лаба Я всегда Указываю Что здесь Доменный Адмистратор Это Наверное Первая Вещь Которую Вам Нужно Сконфигурировать В принципе Даже К Network Access Аккаунт Можете И не Лезь Если Вы В первый же День Установили Configuration Manager Вряд ли Вы Будете Разбираться В установке Операционных Систем Вам И так Головника Хватит Вы Нашли Ваши Компьютеры То есть Они Из ActiveDive Вычитались Нашли Ваши Компьютеры Есть Там Какой Всегда Устанавливать Если Он Вдруг Есть Удалять Существующее Не Удалять Из Какого Сайта Будем Устанавливать Клиента Next На Это В общем То Все Но Я Туда Не Буду Устанавливать Клиента Поскольку Другой Сцм Сервер Для Примера Вы В принципе Получаете Какой Фундамент Какой Базис У вас Есть Сайт Сервер У вас Есть Обнаруженные Из ActiveDirect Клиенты В самом Простом Виде И вы Туда Можете Поставить Клиента Сразу На Эти Компьютеры Я Когда Говорю Клиент 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 Это И Программная Часть Которая Станавливается На Компьютер И Клиент Это Тот Компьютер Который Работает Уже С Конфигурацион Менеджером То есть Тут Может Быть Некоторая Путница В Терминологии